Многотысячные протесты на улицах Вены. Австрийцы недовольны присутствием в коалиции ультраправой партии «Свобода». Что именно потолкнуло людей выйти на улицы, об этом расскажет Елена Абрамович. Студенты, семьи с детьми, представители левых организаций, а также сообщества «Бабушки против нацистов». На демонстрацию в Вене по подсчетам полиции вышли не менее 20 тысяч человек. Организаторы называют цифры вдвое больше. Главная цель акции – выразить свое несогласие с участием в коалиции ультраправой партии «Свобода». Я здесь на этой демонстрации, чтобы заявить, я совершенно против действий этого правительства и хочу дистанцироваться от него. Мне больно видеть такой к обмину власти. Бесчеловечный, антисоциальный и действующий без мозгов. Партия «Свобода» на выборах в октябре набрала 26% голосов избирателей, в то время как партия нынешнего канцлера, 31-летнего Себастьяна Курса – 32%. Так что такая коалиция стала неизбежной. Это не первые протесты против правых в стране, но они гораздо масштабнее предыдущих. Людей возмутили слова нового министра внутренних дел, представителя ультраправых. Заявление Герберта Кикля о том, что он хочет помещать беженцев в концентрационные приюты – это тот язык, который неприемлем в наше время и в целом бесчеловечный и нелиберальный курс этого правительства. Это не что иное, как аналог нацистских канцлагерей, возмутились люди. В то же время, на фоне антимигрантских настроений отдельных слоев населения страны, в Австрии все больше выходцев из мусульманских стран стали обращаться в христианство. В 2017-м крещение совершили более полутысячи бывших мусульман. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала «Интер». Абрамович, Евгений Каминский.